Добрый день, уважаемые телезрители живого телевидения. Сегодня я вас приветствую вновь в программе Booking. Я ведущий в студии Юрий Проскуряков. Сегодня у нас новая встреча с писателем, поэтом и ученым Валерием Александровичем Ководенко. Здравствуйте, Валерий Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. В нашей студии. Прежде чем мы приступим к нашей традиционной беседе в нашей программе Booking, я хотел бы для телезрителей нечто о вас сообщить. И вот по ходу этого сообщения, возможно, я вам буду задавать какие-то вопросы, потому что мне известны только какие-то данные, ну, известные о вас, поскольку вы человек известный и в науке, и в литературе. Но мне бы хотелось знать ваши комментарии. Я знаю, что вы родились в 1939 году. Да. И вы подтверждаете это. Подтверждаю. Да. В этот же год родился Михаил Полторанин. Он с 1939 года. И вот до сих пор часть своей жизни вы посвятили атомной энергетике. Да. А вот Полторанин, он предрекал некий апокалипсис в этой области. И мне просто интересно знать вашу точку зрения. Вы с ним ровесники, родились в один год, но вы находитесь как бы совершенно в полярных отношениях к одному и тому же объекту, которым вы интересовались. Или, может быть, интересуетесь, это один из ваших профессиональных интересов, как я понимаю. Вот как вы считаете, вот эти заявления Полторанин, они имеют под собой, с вашей точки зрения, какую-то реальную почву или нет? Так апокалипсис должен закончиться полной катастрофой, да? Нет. Истребление, самоистреблением жизни? Нет, ну апокалипсис метафорически употреблено слово. Но он предрекает катастрофы, связанные с вот с атомной энергетикой. Ага. В результате человечество должно погибнуть? Нет, об этом он не говорит, что там погибнет человечество, не погибнет. Но в любом случае катастрофы, серьезные, это нежелательная, конечно, вещь, я думаю. О, конечно. Вот насколько это может быть обосновано? А вы вообще знакомы с этими заявлениями Полторанин? Нет, я не знаком, вот впервые от вас слышу, но я слышал от других такого рода заявлений о том, что человечество погибнет. Я слышал от религиозных деятелей, которые заявляли, что землю сожгут сами люди. Не Господь, не Сатана уничтожит разумную жизнь на земле, а люди сами себя уничтожат. Вот такие рассуждения. Но, конечно, хочется верить, что это... А как же Бог спасет религиозных человек? Бог должен же спасти, в конце концов, своих верных адептов, своих верных учеников. Хотя бы часть. Да, да, да. Наиболее святых и просветленных людей. Да, да, да. Я думаю, что до войны, глобальной войны в таких масштабах, представляющих опасность для выживания человечества, дело не дойдет. Мне так представляется, что здравый смысл все-таки должен победить. Потому что в такой войне победителей ведь не будет, мы же знаем, прекрасно. Вот, поэтому я не верю, я лично не верю. Вот я субъективно... То есть, вы с полторанами не согласны? Нет, я субъективно убежден, что человечество останется живым. Да, ну вот, вот так вот. А вот родились вы? Хотя мне кажется, что человечеству надо совершенствоваться, причем радикально совершенствоваться. Вот я как раз сегодня в своей лекции студентам говорил о том, что знаменитый немецкий философ и поэт одновременно Фридрих Ницше заявлял о том, что человек, человечество – это результат ошибки, допущенной всемирной биологической эволюции. И дальше он говорил, что рано или поздно человечество дойдет духовно, дорастет до осознания, что ему необходимо превратиться в нечто другое, в новое качественное состояние, которое он называл сверхчеловечеством. Он так прямо и заявлял. Это известно его учение о сверхчеловеке. На место царства человека на земле грядет царство сверхчеловека. Кстати, современные ему индийские мыслители на это отреагировали очень спокойно. Да это не оригинально, сказали они. Да у нас давно в Индии идет разговор о том, что человечество, европеизированное человечество, обязательно дойдет своим умом и сердцем до осознания необходимости каким-то образом преобразовать свою сущность, свою природу, свою натуру. И мы-то считаем, мы-то индийские мыслители заявили, что таким путем является йога, что йоговское воспитание, йоговское образование, конечно, это займет несколько поколений, оно должно привести к появлению новой цивилизации, цивилизации йогов, то есть цивилизации магов. Вот такая. Но йог это еще не маг. Ну, частично, хотя бы частично. Всякий йог это частичный маг. Конечно, понятие магия растяжимая, но вот такая есть точка зрения. Так, а вот вообще-то говоря, конечно, человечеству надо очень серьезно думать о самосовершенствовании. Очень. Это моя глубокая вещь. Я с вами вполне согласен. Вы родились в Старом Москве. Это тоже у меня правильные сведения. Да, да. А вот в прошлом это был город таких стрельцов, воинов, всяких пушкарей, казаков, да? Да. Ну и торгового люда там тоже было вполне достаточно. Да. Вот как вы, родившись в этом замечательном городе, чувствуете вот вы связь с этими людьми, с воинами, стрельцами, вот с пушкарями? Ну, конечно, конечно. В том смысле, что мне по наследству от моего отца, учителя истории, передалась любовь к истории. Интерес к истории. Прежде всего, к военной истории. Да. Козаки, стрельцы, все это объекты, субъекты моих интересов. Да, да. Вот. Когда-то в детстве... Но почему-то в стихах вы только Великую Отечественную войну отражаете. Да, 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 да. А вот в Отрочестве я писал и о Средневековье. Да, интересно. И в своей повести, я даже упоминаю, говоря о Пскове, что когда-то в 17 веке знаменитый польско-венгерский король Стефан Баторий шел на Москву и почему-то повернул друг к Пскову. Псков – это очень укрепленный город. Он его осадил и несколько месяцев пытался захватить. Причем его войска располагались главным образом на Снятной горе, на так называемой Снятогорском монастыре. Вот этот Снятогорский монастырь в то время, который я описываю, был уже детским санаторием. Он так и назывался – Санаторий, Снятная гора. И нам рассказывали вот эту историю пребывания в этих покоях воинов Стефана Батория. Ну, мы знаем, что Стефан Баторий не смог взять Пскова. Был вынужден согласиться на мир. И он вернулся к себе, как я там говорю, что вряд ли, хоть немного, скомпрометировав себя в качестве талантливого полководца. То есть мир был заключен с Иваном Грозным достаточно на почетных условиях. То есть он не платил контрибуции? Да, да, да. Очень так. Разошлись мирно? Да, да, да. Без особых… Это я в повести своей как раз… В школу вы закончили Воронцовскую, да? Да, я Воронцовскую. Да, и в 57-м году. Точно. И вот как раз в этом именно году СССР обратилась к США и Великобритании с предложением прекратить ядерные испытания. Это был как раз тот самый год, когда в Челябинске произошла вот эта самая первая в мире ядерная катастрофа. Ну, вот с этими отходами. Вы знаете, это сибирский след там и прочее. Там до сих пор еще не все до конца приведено в порядок. Вы, наверное, имея отношение к ядерной энергетике, можете что-то сказать. Это была первая катастрофа. Да. Но она не последняя, к сожалению, была. Да. И катастроф было несколько уже. Да. И можно считать и бомбардировку японских городов такой же катастрофой, в принципе. Хотя она по масштабу, может быть, не такая была обширная, но все-таки это катастрофа была. В которой погибли там десятки тысяч. Вы имеете в виду катастрофы над городами? Да. Хиросима-Нагасаки, когда просто были ядерные устройства сборки. Ну, так там, наверное, больше ущерб человечеству понесло. Число жертв было большим, чем в Японии. Где? У нас? Да, у нас меньшие были. Я думаю, что у нас в Черлябинской больше были потери. Хотя они до сих пор не исследованные вопросы. Да? Вы так считаете? Я не знаю. Ну, тогда же... Я не знаю. Тогда вообще об этом существует какая-то литература. Я считаю, что достаточно много. Но на самом деле вопрос не исследованный до сих пор. Сколько людей болело там, ну, до сих пор последствия не устранены до конца. Хотя вот эти установки, они же до сих пор в рабочем состоянии. Возможно, будут востребованы в связи с планами полетов на Марс. И вот эти вот двигатели, которые разрабатывались в то время, они, вероятно, будут и у нас будут... Россия будет участвовать в этих проектах со своей стороны. Поэтому установки будут востребованы. Но сами катастрофы, которые сопровождают вот такие грандиозные, в принципе, и многолетние, это же уже полвека, там, 57-й год, да? Да. Это, считаете, полвека прошло, да? Почти. Слишком даже. Да, да, даже слишком. Даже слишком полвека прошло. И до сих пор есть последствия. Но и одновременно востребованность существует. Да. Все-таки проект полета на Марс – это грандиозный проект. Да. В 2020 году, по-моему, американцы собираются запустить туда людей. В 2020 году на Марс. На Марс, да. Да. И китайцы собираются. Ну, китайцы, они везде конкурируют. Они, да. Они везде хотят с вами по себе туда попасть. Ну, я сомневаюсь, что они, конечно, обгонят Россию с Америкой в этом плане. Ну, посмотрим. Китайцы вообще народ очень упорный. Очень упорный народ. Я когда-то учился с китайцами. Вот в этом самом 57-м году у нас были китайцы, они поражали нас своим трудолюбием. Просто фанатичное трудолюбие их отличало. Это их национальная черта. Знаете, вот я когда учился, на первом курсе они, не имея никакой подготовки по русскому языку, влачили жалкое существование. И учились между двойкой и тройкой. Средняя оценка китайского студента. Но уже на втором курсе они были твердыми троечниками. И уже по-русски кое-что говорили без запинки. На третьем курсе они уже были твердыми и хорошистами. И так далее, и так далее. На шестом курсе они уже были, многие из них были отличниками. То есть опережали наших. Да, уже были отличниками. Причем некоторые из них замечательно говорили по-русски. Они много знали произведений русских писателей, поэтов наизусть. Вот таким упорством они отличались. Вот знаете, вы просто пробудили во мне одно воспоминание. По-моему, это было... Я вот сейчас не помню подробности, но по-моему, это Екатерининское время было. И тогда была поставлена задача выучить, хорошо выучить там русских людей. И значит, не помню сколько сто или двести человек было. Особенно сначала хотели дворянских детей. Но дворяне своих детей не стали туда отпускать, учиться. В Великобританию. В Англию тогда. А значит, тогда собрали детей поповских. Но в священники люди дворянского происхождения не шли, как известно. Это были люди простого происхождения. Но грамотные. Да. И вот священнических детей собрали, значит, на два корабля и отправили в Лондон. Я сейчас не помню, они в Оксфордске или в университет, или в Кембриджске их определили. С ними князь поехал, который оплачивал им в лавочках их расходы, там и прочее. Сопровождал их как бы со своими слугами. И вот там просто эти англичане были просто поражены. Вот как вы рассказываете про китайцев. Дело в том, что они, не зная вообще совершенно английского языка, за год овладели полностью и опережали англичан в обучении. Вот, вот, вот. И почти все они закончили, получив отличные аттестации, но продолжали жить в Лондоне. И тогда императрица повелела князю, чтобы он закрыл кредит в лавках. Чтобы они все грузились на корабли и ехали в Россию. Значит, ну, князь, естественно, императрица сказала, он кредит закрыл. Но тут же стали уже обученные наши русские люди разбегаться. Значит, час убежала в Европу, а большая часть все-таки были погружены на корабли и опять их вернули в Петербург. А потом исследователи впоследствии пытались найти следы этих людей в России. Ну, что они стали делать, получив там бакалавров, докторов в лучшем высшем учебном заведении Европы. И полностью овладев всеми науками, которые они изучали на разных там кафедрах, разных факультетах. Нашли только одного ординарного профессора, а остальные канули. Представляете, вот канули просто как исчезли, как будто их никогда не было. Куда они делись, исследователи не смогли найти даже следов этих людей. Хотя знали, их они поименно известны были, тех, кого туда отправили. Вот эта судьба, она очень, мне кажется, она очень, она очень что-то рассказывает такое важное о том, что у нас и сейчас происходит. Вот у нас же сейчас тоже много уезжают, учатся, а потом куда-то исчезают. Они не остаются, они здесь у нас. Как тогда они по какой-то причине приехали, их привезли, а потому что они сбежали все в Европу назад, что ли. Но уже если бы они остались, то, наверное, как-то проявились бы. А вот они, к сожалению, все поисчезали. Это вот вы мне про китайцев рассказали, а я вспомнил про наших, которые тоже, оказывается, еще лучше, чем китайцы усваивают науку. Очень, очень трудолюбивые, как муравьи, действительно. Китайцы это китайцы. Ну, я думаю, что наши тоже трудолюбивые. Наши тоже. Если создать условия соответствующие. Вот, я вот как-то в архивах занимался, там в советское время делать нечего было. И просто искал биографии людей талантливых, но которые не получили признания. В девятнадцатом веке, там или, ну, в основном, девятнадцатый век. Ну, я просто поражался, какие подвиги совершали люди в учении, наши же люди. Сейчас об этом мало что известно, почему-то этим никто не занимается. Но, наверное, было бы и неплохо и заняться. Да, конечно. Да, и выяснить. Имена появляются, вот скажем, там Пыляева не публиковали в советское время. Сейчас, пожалуйста, можно купить книжку. Или же там Прыжова можно купить книжку. Это же очень интересные книги. Но они в то время не публиковались, а в свое время были люди известные, с интересными биографиями. И они там чудеса в обучении совершали просто когда-то. Ну, так же, как и вы, между прочим. Вы как раз образец такого человека. Ну, как мне кажется, на самом деле. Так вот, и вот, значит, дальше вот ваша биография развивается таким образом. А тут-то вы в 64-м году начали, поступили учиться на физико-химика. Нет, я закончил в 64-м. А, вы в 64-м году закончили? Я защитился и в 64-м приехал в Обнинск. И работал инженером-физико-химиком. Причем 17 лет, почти. Почти 17 лет отработал. А там в Обнинске что-то, какая-то станция, если что-то. Это первая в мире атомная электростанция. На ее базе знаменитый физико-энергетический институт. Так вот, я в нем и работал. И причем работал на промплощадке в цехе спецводоочистки. То есть, это участок института, так сказать, производственной. Производственная часть вот этого НИИ, чисто производственная часть. И там в разных зданиях, в разных цехах было в результате, оказывалось много грязной воды. То есть, воды, содержащей в себе радиоактивные изотопы. Вот эту грязную воду с помощью компрессоров гнали к нам, в наше здание, в наш цех спецводоочистки. И мы это все очищали. Очищали тогда разные были способы, которые, по-моему, уже подлежат рассекречиванию. Там в основном выпорка, йонный обмен, ну и так далее. Вот эти способы позволяли нам очищать. Причем очистка была более интенсивная и более глубокая, чем та, которую делали западные специалисты. Мы чище, мы глубже, старательнее, тщательнее вычищали. В 10 раз более тщательно очищали воду, чем наши коллеги на западе. И отправляли в реку. А речка там рядом протва. Вот вы мне сказали, что это была первая станция в мире даже, да? Да. А вот в 64-м году была запущена Белоярская станция, которая первая станция, опять же, в мире, дала ток электрический. А что делала вот эта станция? Наша станция превратилась в исследовательский полигон, не больше. А, понятно. Она могла давать, конечно, какое-то символическое количество энергии, но гораздо большим ее было научное значение, научно-исследовательское. Да, понятно. Да, вот этим мы там и занимались. А потом ФИИ создавал дочерние АЭС в разных частях Союза и курировал их. И вот кураторство, в частности, заключалось в том, что когда какие-то агрегаты, какие-то узлы технические, изготовленные уже на местах, не срабатывали, не работали, мы посылали туда своих специалистов, которые на месте разбирались и приводили в рабочее состояние эти агрегаты, эти узлы. Я сам ездил два раза в Шевченко. В Шевченко была, вы знаете, одна из... сейчас это территория Казахстана, уже не Россия. В этом некоторые сложности. Да, да, да. Это Мангышлак, полуостров Мангышлак, Каспийском море. На нем вот одна из станций, дочерних станций, но уже промышленного значения, не научно-исследовательского, а промышленного значения. И мы туда ездили и помогали тамошним ребятам. Вот, то есть они делали по нашим схемам, по нашим чертежам какие-то технические устройства, но они не срабатывали. И мы туда ездили, им налаживали все это. И я тоже ездил однажды со своим покойным, ныне покойным руководителем Копыловым, Виктором. Мы там наладили Мангышлакцам их установку, а установка была копия моей, той, на которой я сам работал. Мы ее наладили, обучили двух парней, потому что еще один экземпляр такой установки планировался. И написали им очень неплохую инструкцию по эксплуатации. Понравился очень начальству язык этой инструкции. И начальство заявило, вот таким языком должны быть составлены все инструкции по эксплуатации. Знаете, вот все-таки литературный талант здесь сыграл свой урок. Да, да, да. Знаете, вот интересно, что в 1972 году вы уже опубликовали статью о книге Терриара Дешардена «Феномен человека». Точно. И вот здесь у меня появляется вопрос. Это как-то в какой-то степени, видимо, определило вашу дальнейшую карьеру в философском плане и в культурологическом плане. Как это, ну вот, вы с 9 лет сочиняли стихи, скажем, интересовались литературой. Это я понимаю, много читали. Папа был учитель истории. А вот как вы пришли к Терриару Дешардена, это вообще-то не очень-то был почитаемый в СССР философ в то время. И хотя он упоминался, многие не упоминались вообще, но он упоминался. Но вот я сейчас просто из любопытства залез в интернет и посмотрел, много ли о нем там в интернете есть, о нем самом. Так даже о нем самом там почти ничего нет. Правда? Да вот про феномен человека, конечно, есть, это всемирно известная книга. Да. Но что вас заставило обратиться вот именно к этому творчеству? А вот что заставило. Я занимался вообще-то натурфилософией Шеллинга и Гегеля. Это представители немецкой классической натурфилософии. А, это вас, это связывало натурфилософию с научными вашими исследованиями? Да, да, да. Терриар Дешарден, когда создавал свою натурфилософию, он в качестве образца имел в виду, конечно, именно Шеллинга и Гегеля. Особенно Шеллинга, но и Гегеля. И марксизм даже имел в виду. Да, имел, да, конечно. Потому что, например, Энгельсовский тезис о фундаментальной роли труда в деле утверждения власти человека на нашей планете, он принял безоговорочно. Да, это так. Именно труд создал из предчеловека человека. Ведь грамотные богословы все давным-давно признали, что Бог, творя свои сверхъестественные дела, совершая сверхъестественные свои деяния, он пользуется естественными процессами. То есть, сверхъестественное создается с помощью естественного. Это очень любопытная мысль. Да, да, да. И вот, и вот, и вот. Поэтому Теярди Шарден, он же ученый, вы знаете, что он ученый-палеантрополог. В 1927 году он оказался одним из соавторов открытия Синантропа. Да. Синантроп. По-моему, чуть ли не он сам открыл Синантропа. Так он один из открывателей. Открытие было произведено в разных частях земного шара. Почему назвали Синантроп? В переводе означает китайский человек. Потому что именно на территории Китая Синантроп был открыт. Да, а фактически Синантропы были найдены во всех частях земного шара потом. Так что к китайцам, к современным Синантроп не имел... Ну, имел такое же отношение, как и к американцам, как и к русским, ко всем, ко всем, ко всем этносам. Ну, может быть, он не имел отношения к этим этносам вообще ни к каким? Ну, как вам сказать? Это переходная форма не найдена. Одна из ступеней развития предчеловека. Ну, ведь сам Дарвин когда-то... Вот эта вот доктрина Дарвина Уоллеса... Он, Дарвин признал, всю жизнь занимаясь, признал, что Уоллес первооткрыватель. Но она страдала одним недостатком. Дарвину это пришло в голову на Галапагостских островах. Там очень большое разнообразие всяких реликтовых видов. И вот это его навело на мысль о том, что вот виды каким-то образом преобразуются, развиваясь. И вот этот путь, который привиделся тогда Дарвина, он сам находил в нем очень серьезный недостаток один. То, что нигде не было найдено переходных форм. Да. И это до сих пор остается открытым. Да, Теярди Шарденн это объяснял вот чем. Он говорил, что настоящее сотворение человека включало в себя и естественные процессы, и сверхъестественные. Естественные – это процесс эволюции. А сверхъестественные – это креация. Знаете эти оба термина. Так вот он и говорил, что там, где нет связующих звеньев, вот там совершался чудесный перископ. И таким образом, будучи религиозным философом, он оправдывал дарвинизм. Да, он оправдывал дарвинизм. Был одним из дарвинистов. Но дополнял. Значит, у него эволюция и креация взаимодополнительны. Вот такая позиция. Теперь бы я хотел с вами немного обсудить еще иной вопрос. Вот в 80-м году вы статью написали о романе Анчарова «Самшитовый лес». Да. Но Анчарова Высоцкий считал своим учителем. Владимир Высоцкий. Потому что Анчаров сам чуть ли не основоположник авторской песни. Да, да, да. Бардовской. Да, Бардовской, да. Бардовского движения вообще. Да. Так вот, меня это заинтересовало, Ваша биография. Дело в том, что я вообще мало видел партийных работников в советское время, которые бы не любили Высоцкого. Как это ни странно, кажется. Как будто бы, мало того, Высоцкий был воспринят самыми разными слоями общества. И самыми разными тенденциями, которые сейчас как-то генерализуются, еще не генерализовавшись. А тогда диссидентское движение, это были все, и русские националисты, и, скажем, западники, все были в одном котле. Они все как бы не устраивали начальство. Да. И при этом Высоцкий был выразителем всего, его любили все, включая это же партийное начальство. Да, 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 да. Вот как это ни удивительно. Да. И вот оказалось, что Вы в своей жизни, не только вот в биографии, которая так или иначе описана у Вас, Вы коснулись этой страны. Что Вас в этом заинтересовало? Почему Анчаров? Как это вдруг возникло? Вы, наверное, и Высоцкого любите? Очень даже, очень. Высоцкий один из любимейших для меня поэтов и бардов. Да. Потому что я считаю, что он как бард. Конечно. Ну, в общем, я на первом месте. Среди бардов в истории нашей бардовской музыки я Высоцкого ставлю на самое высшее, на самое первое место. Вы Вертинского не считаете к этому отношения? Да, даже он выше Вертинского, я считаю. Ну, да. Высоцкий выше, я считаю. Ну, Вертинский раньше намного. Хотя да, Вертинский. Ну, душевно, ну, то-се, да, конечно. Тут такая энергетика Высоцкого. А как он писал про ученых, да? Да, да. А про спортсменов, у него охват-то какой. Ну, про военных. Про военных, потрясающий. А героические его песни. А про простых мужиков. Да, про простых... Нет, конечно, потрясающий поэт, потрясающий. Вот у меня есть несколько всего стихов о Великой Отечественной войне. Но вот самые лучшие из них, которые часто перепечатывают, все они вообще-то вдохновлены именно Высоцким. Что Вы говорите? Да. Да, интересно. Вы знаете, вот я, немножко оторвавшись от Вашей сейчас биографии, я обратил внимание. Вот Вы в одной из статей, а Вы сотрудничаете с такими, что ли, русско-национально направленными изданиями, Вы в одной из статей, где Вас опрашивает корреспондент по поводу поэзии, вы излагаете довольно подробную такую таксономию, чем поэзия является, чем не является. И там много параметров справедливых для литературы Веческой и научной статьи. Но для газеты, по-моему, это не вполне был подходящий материал, потому что читатель газеты, он не обладает этим инструментарием. Он просто, ну, может быть, будет из любопытства читать, но вряд ли это у него задержится сильно в голове. Но вот Вы там выводите некие параметры, которые в одном из того, что Вы считаете главным, Вы утверждаете, что есть некие эстетические критерии, некое эстетическое намерение, которое, несомненно, присутствует в поэзии и вообще в литературе, и вообще в творчестве. Но еще выводите морально-нравственные и еще духовные, религиозные параметры. Мне не кажется это верным утверждение, потому что тогда упускается специфика литературного творчества. Дело в том, что для духовно-нравственного и для этического существуют другие отрасли. Литература же, но не художественная литература. Да? А какая? Ну, есть духовная литература, в конце концов, да, есть литература философско-этическая, и такой литературы достаточно много. Я очень интересуюсь в особенности этической литературы, да и духовной тому же самое. Но я считаю, что это отдельные области, и их не надо смешивать, потому что все-таки в самой художественной литературе, там все-таки вот эстетическое намерение автора, это самое главное. Согласен. Да, вы согласны. И вот поэтому у меня возник вопрос, в связи с тем, что вы сказали о Высоцком. Дело в том, что у Высоцкого очень много прекрасных метафор. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Например. Ну, этого много там. Это говорит о его поэтическом даровании. Но когда мы сталкиваемся с поэзией, то мы часто видим в ней стихотворчество. Вот мы знаем слово стихотворение, стихотворение. Но это совсем не обязательно поэзия. Я вам сейчас приведу пример, не знаю, согласитесь вы или нет. Поэт Еременко Александр, замечательный поэт, который, так же, как и вы, очень любит Высоцкого. Он, будучи там, я не помню, в Калифорнии или где-то в Америке, вот когда возили в начале перестройки, чтобы там дружили поэты разных стран, он понравился какому-то американскому поэту, и тот его пригласил к себе в творческую мастерскую, так сказать. Ну, он с ним поехал и приехал в какой-то авиационный ангар. Огромное помещение, в котором там была малюсенькая коморка, которая ввела лестницу железную. И он сказал, вот там я, значит, свои создаю стихи. Хочешь, я тебе прочту сейчас свое стихотворение? Ну, он сказал, ну, конечно, зачем же он туда приехал? Как раз для этого. Тогда этот американский поэт вытащил какой-то агрегат, возложил его на плечо, нажал спусковой крючок, и весь этот ангар заполнился огнем. Это был выстрел как из какого-то особого огнемета, который только их не опалил, что ли. И вот он сказал, а где стихотворение? А он сказал, вот это и было стихотворение. Так вот, и в этом есть какая-то правда. Как я подумал после этого рассказа Александра Ивановича. Потому что правда заключается в том, что все-таки в стихотворении эмоциональность эстетического объекта, он новый, оригинальный, создаваемый поэтом, она вызывает эмоциональную реакцию у читателя. А эта реакция возникает из-за того, что читатель видит какой-то необычный, очень красивый образ. Но тут тоже был создан руками образ этот нажал. Только он был создан физическими средствами. Но поэзия в душе вот этого американского героя-поэта-огнемета, она тоже существовала. Потому что Еременко явно испытал эмоцию. И в этот случай запомнился на всю жизнь. Вот такое стихотворение тот прочел. И я много интересовался метафорой. Метафора создает образы. И она, собственно, является одним из главных инструментов мышления. И постоянно создает новые модели мышления. И этим занимаются поэты. Не обязательно стихотворцы. Вот сейчас существует в Европе 16 видов стихотворчества, назовем так. Которые, например, саунд-поэзия, визуальная поэзия, разные виды авангарда. Много. 16 или 18 сейчас не помню. Они не все представлены в России, но некоторые уже представлены. Но это нельзя назвать поэзией. В прямом смысле. Ну, например, вот социальные акты. Которые демонстрировали нам называющиеся поэтом Пригов. Но все-таки это не поэзия. Это стихотворчество. Другими средствами создается нечто, что написано словами. Поэтому определенная форма такая. А вас я воспринимаю как поэта традиционного. Да. Но у вас очень мало метафор. Несмотря на то, что вы даже получили приз на Есенинском конкурсе. Выиграли, да? Как поэт же. Нет, нет, нет. Или медаль. Это я выиграл... А-а-а... А-а-а... Медаль? Да-да-да. Пушкинская медаль? Не Пушкинскую или Есенинскую? Я сейчас не помню. Но у вас есть... Вы дипломант какого-то из компенсов поэтических. Может быть, может быть. Вы уж не помните. Я уже не помню. У меня две медали. Пушкинская медаль и потом медаль, которая... Мне Толстовскую предлагали медаль. Предлагали? Предлагали. А я говорю, да нет, вы что? Я не тяну на Льва Николаевича, да вы что? Не пишу на его уровне. А мне говорят, да брось, пишешь. Да нет, 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 нет. Ну тогда давай заменим тебя на медаль. А название ее примерно такое. За вклад в искусство и в культуру. Да. Вот примерно так. Это сто процентов соответствует тому, что вы делаете. Ну, может быть. Но вместо Льва Толстого. Потому что Лев Толстой, я думаю, ну что такое? Это же Эльбрус. Ну да. Это же вообще... Во многих отношениях, кстати, и в этическом тоже отношениях. Да, 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 да. И вот я... Он не только великий писатель был, но он этик великий был. Да, 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 да. И он создал какую-то особую возвышенную мораль. Которая, вот это его влияние на мораль еще недостаточно изучено. И даже недостаточно внедрено в сознание. В сознание русских людей. Это же большой материк русской культуры, который, мне кажется, ну очень мало освоен. Вот насчет нравственного, да, действительно, инструментария. Я вот сейчас хочу заняться одним вопросом. Знаете, каким? Вот мы все-таки хотим создать глобальную политическую систему, да? Общепланетарную. И вот у наших союзников, у американцев не все получается. То и дело натыкается на сопротивление, приходится силу применять. А с другой стороны, есть исторический опыт. Это греки 8-2 века до нашей эры. Они мирно, без единого выстрела, без единого акта насилия, без единой капли пролитой человеческой крови, колонизовали громадную территорию. Вы же это знаете из истории, помните? Вот как им это удалось? Нет, видите ли, тогда существовал такой персонаж, вот в это время, который назывался Простат. Простат был посредник между негражданином, ну наш гастарбайтер. Но это негражданин мог быть и богатый, и прочее, но у него не было прав, которые были у граждан греческих. Так вот, Простат, будучи греческим гражданином, был посредником между вот этими людьми и гражданами. Но когда у нас... Гражданами того же этноса, того же самого этноса? Нет, греческого этноса, гражданами... А, с гражданами греческого. Да, при пришлые не были гражданами. И существовала специальная категория общественная. которая служила таким интерфейсом, посредником, трикстером между гражданами и негражданами. А жили они на одной территории, фактически занимались одними и теми же делами, могли быть одинаково богаты, или даже не граждане могли быть более богаты. Но их представительствовал простат перед гражданами. Тот не мог говорить сам напрямую, но существовал целый класс людей, которые занимались специально этим делом. Так класс этот существовал в самой лишь Греции? В самой Греции. А как же в Айкумене? Как к Айкумену построили? Они везют при помощи вот этой системы. Ну вот смотрите, вот существует Греция. Представляете карту Европы, вот Греция. И вдруг ни с того ни с сего отправляются молодые греки за Синие моря, приплывают в Италию, во Францию, которая Галлией, допустим, называется, в Испанию, и так далее. Ведь все при Средиземноморье было эллинизировано. И везде становятся коренными жителями. То есть они натурализируются на этих территориях. Они их не захватывают. Нет. Они там оседают, и местное население все превращают в греков. По крайней мере верхушку. Верхушку местных этносов превращают в греков. Если бы не было простатов, которые служили интерфейсом, греки бы не знали, как это сделать. Они на своей территории освоили это все. Да. Ну конечно. Это же была практика. Но вот все равно как в царской России, которую сейчас незаслуженно идеализируют во многом. Да. Потому что последующие события во многом предопределены тем, что тогда происходило. Так вот, было много и полезного. То, что тоже каким-то образом утрачено оказалось впоследствии. И до сих пор к этому еще не вернулось. Но тогда национальная политика была совершенно другого рода. И чиновники, которые назначались, ну вот например Соблуков, учитель Чернышевского, он прекрасно знал многие языки. Он знал, например, башкирский язык. Это хорошо. Да. И вот чиновник назначался такой, а когда Соблуков умер в Казани, его хоронил одновременно мулай, русский священник. Бравославный. Это небывалое дело. Понимаете? Чтобы одновременно обряд похоронился. Но это частный случай. Нет, подождите, это не частный случай. Он был переводчик Корана, но чтобы иноверцы мусульмане хоронили по своему обряду, одновременно совершая обряд, это выдающийся случай. Это могло быть только в том случае, когда чиновники назначаемые, все говорили на языке народов, куда они назначались. Поэтому не проводилась политика русификации. И это позволяло русской культуре развиваться с опережением. Хочешь учить, не хочешь как хочешь. Чиновник говорит на твоем языке. И понимаете, да? Да. Это принципиальная разница вообще. Вот это же самое выполнял простат. Вот этот чиновник, это был посредник. Ну, это был на национальной почве. И доходило до того, что даже религиозный вопрос был не важен, когда чиновник оказывался приемлем, вот как Саблуков. Ну, а удавалось ли русификация, в такой же степени, как у греков, эллинизация? Да, вот в том же деле, в том и дело, что удавалось. Все, почти 100% местного населения умели говорить по-гречески. Конечно, конечно. Так вот, для этого требуется... Но они не насильственны. Не насильственны. Да, они не пытались эллинизировать. И в то время еще не было государства, как института общественной жизни. Вы знаете, государство появилось позднее. Вообще государство появилось где-то, ну, я бы сказал, на рубеже 7-8 веков, примерно. Полисы вот возникли. Вы только от Фоменка мне скажите, а то он рассердится. Вот, и как все-таки действительно, это роды, это племена, греки приезжали, не зная языков, тем не менее устанавливались контакты. Они зная языки приезжали. Не могли бы они быть простатами, если бы они не знали языков. Они не могли бы посредничать с инородцами. Знаете, мне надо бы поподробнее ознакомиться с тем, о чем вы говорите. Почитать надо. Похоже ли это на греков? Метеки. Греки, потому что все-таки это территория, о которой... Вот Метеком назывался инородец, который приезжал, назывался Метеком. Вы говорите, что это все-таки территории, которые добровольно присоединились уже к России. Правильно? Вы оба этих территории? Нет, понимаете, добровольно-недобровольно это не имело большого значения в данном случае. Вот, скажем, те чиновники, которые заведовали эти дни, вот как губернатор Фадеев, например, который занимался, и его была роль, и он отвечал за отношения с народностями на территории России. Все-таки они знали языки, и они общались на языках. И дело в том, что вот этот подход, вот жена Фадеева, она была последняя из российских старшего рода долгоруких. Это бабушка Блаватской. Ну так они же летом ездили к Найону Аюке, и все лето проводили у Аюки в Ставке, откуда Блаватская и подчеркнула свои первые сведения с детства. Потом она с Веслером познакомилась. Это известные исторические факты. Вид это описывал там, но он имел отношение к этому роду, но только к другой внучке. Так вот, все это происходило естественно. Это было не насильственно. Найон не мог не дружить с Фадеевым. Семья Фадеева у него находилась. Понимаете? Поэтому это были совершенно другие отношения, которые сейчас очень трудно представить. Потому что сейчас назначали, в Азербайджане назначают азербайджанца, да? К нему русского представляют, но этот азербайджанец хочет или не хочет, должен говорить по-русски. В советское время. Проводилась насильственная русификация. Она как бы все это объяснялась дружбой народов, но на самом деле это было обязательным. Многие народы, когда среди татар путешествовал, я был знаком с их ханами, которые еще и сейчас живы-здоровы. И они говорили о деградации татарской культуры в то время, в советское время, во многих отношениях. Татарский язык утрачивал уже самостоятельность. Потому что там половина слов русских было, и прочие татары уже плохо знали свой язык. Даже в деревнях, понимаете? У них для многих вещей не было своих терминов. Он не развивался в это время просто нато. Сейчас он восстанавливается, регенерируется? Я не знаю, я сейчас не наблюдаю за этим процессом. Но я думаю, что возможно, что это еще в будущем. Но если бы не проводилась политика русификации, мне кажется, что они бы сейчас были все крайне дружественно настроены. К нам? Да. А они не дружественны? По большей части не дружественны, я думаю. Веллер-то говорит, что они относятся к дружественным. Веллер говорит, что... А вот башкиры не очень. Нет, это все очень условно, понимаете? Там вопрос с башкирами, кого считать башкирами, не башкирами, там и удмуртами, не удмуртами. Там среди них татары доминируют культурно, а они сами. Это еще там у графинские корни. Там много есть всяких сложных вопросов. И это очень сложный регион. Но у графины еще в более худшем положении находились, чем татары. Вот так можно сказать. Хотя среди них возникали гениальные люди, вот как Айги. Он, правда, ну да. Но это другой немножко регион, но все равно. Люди оттуда возникали, которые каким-то образом являлись провозвестниками. И как-то поддерживали свою культуру и пытались ее как-то возродить. Если такие люди были, вот им это было легче делать в советское время в художественном творчестве. Рисуя, изображая картины. Потому что язык развивать в этих условиях и мышление на языке было гораздо более трудно. Но все-таки это несопоставимые вещи. Вот то, что вы рассказываете на территории России происходившей. Во-первых, это уже государство существовало. А кстати, если уж на то говорить о государстве. Вот скажем, египетское государство, оно очень древнее. Очень-очень-очень. Но как греки смогли стать там, составить династию? Птолемеи, это же были греки. Это были греки. Вот вы знаете, это вопрос недостаточно изучен. Когда смотришь на фрески и изображения в зоне обитания вообще морских народов, семитов и также в эллинистическом регионе, то там просто поражает. Вот если посмотреть на критические изображения, то в течение 50 лет полностью изменился вид человека. Типаж его, антропологический тип. Да, полностью изменился. Всего 50 лет. Это не могло произойти эволюционным путем. Значит, какой-то другой этнос возник на этой территории. Но появление там колесниц или коней там. Это все вопросы, которые недостаточно сейчас изучены. И трудно говорить о том, как это тогда происходило. Но многие практиковали ненасильственные методы. Вот такие войны, как Троянская война, описанная Великим Гомером, они же потому и имеют такое большое значение в культуре и в литературе именно из-за поражения Троянцев. И переселения последовательно. Последовательно. В Рим и прочее, потом в Европу, в Рур. Но переселившись, они уже были эллинизированы, уже были заражены эллининской культурой? Были, конечно. Я думаю, что были, конечно, потому что им ничего не оставалось больше. Так все при Средиземноморье было эллинизировано. Но даже победители греков, римляне, считали долгом своим говорить на греческом языке. Да, впоследствии. И он остался как культурный язык, классическая филология. Да, и все говорили так же хорошо на греческом языке, как на родном латинском. Очень интересная тема. Может быть, это будет темой для отдельного эфира. А сейчас бы я хотел попросить вас почитать ваши стихи, потому что у нас осталось еще для этого немного времени. И первым вы до эфира мне прочли то, что вы сказали. У меня есть стихотворение про Гитлера, а на самом деле оно не про Гитлера, но там он как бы присутствует, как некий отрицательный персонаж. Можете вы с этого начать? Могу. Да, очень прошу. Мне очень понравилось, интересно. Философия – музыка сфер, не спадающая из надзвездия. А гармония звуков – пример страстной мысли, что сделалась песней. Бедный Ницше, твой горек конец, но твой взлет был блистательней полдня. В чьих пустынях шагает сегодня Заратустра, твой вольный мудрец, Славный Вагнер, ты силу воспел, Тело, духа, без всяческих измов. Отчего ж браунавский пострел Усмотрел в том призыв к бандитизму? Быть ему бы ефрейтором век, Но незрячий подхвачен судьбою, К нам в Россию ворвался с ордою, Он в мечтах своих сверхчеловек. Фридрих, Рихард, на вас нет вины За безумье больного режима, Что полвека назад с крутизны В бездну ринулся неудержимо. Так погиб он, а ваши дела На скрижалях культуры навечно Отложились, пусть жизнь скоротечна, Дружба ваша в бессмертие вошла. Да, спасибо большое. Второй раз даже еще лучше оно в меня вошло. Да? Да. Ну, прочитайте еще, что хотите. Про Ленина, нет? Да, вам хочется. Про Раскольникова? А Раскольников понравился, когда вы слышали его, да? Ну да, интересно, да. Интересно. Про Челенгур у меня есть такое модернистское стихотворение. Модернистское? Ну давайте. Да? Модернистское интересно. Значит, собственно, в этом стихотворении я не привожу почти никаких элементов романного содержания. От Платоновского, да? Да. Вы, кстати, исследователь Платонов. Да, да, да. Да, у меня он один из тройки великих русских гениев. Это Стоевский, Платонов и... И кинорежиссер Тарковский. Тарковский, да. Не поэт, а кинорежиссер, Андрей Тарковский. Андрей, да. Кстати, у меня по Андрею Тарковскому есть тоже стихотворение «Зеркало». Самое трудное, оно никак не поддавалось германифтической экспликации, как говорят философы. И я решил про себя, что тут нужен не анализ, а синтез. То есть, нужно стихотворение. И я написал стихотворение. Прочтите, вот интересно. Ну, давайте. Значит, в этом стихотворении я реализую два эпизода из фильма, известного фильма. Значит, первый эпизод такой. Значит, мать главного героя, которую играет Терехова, идет по двору загородного деревенского дома, а в это время закадровый голос Арсения Тарковского читает стихи о любимой женщине. Это первый эпизод. Второй эпизод такой. Она, мать главного героя, работает в Москве в типографии, работает корректором. И вот однажды ей во сне приснилось, что она, совершая свою обычную корректорскую работу, допустила ошибку. Она пропустила неправильное написание имени великого вождя. В жутком, в холодном поту она просыпается, вскакивает, и увлекаемая какой-то силой быстро натягивает на себя одежду, идет. Идет на работу под летним теплым дождем. Приходит, первым делом она, значит, бросается к своей работе, которая под подозрением убеждается, что сон ее обманул, что на самом деле там все правильно. У нее камень с сердца сваливается, такой каменюка, огромный каменюка с сердца, после чего она идет в душевую, и там моется, и она отражается в зеркале. Вообще зеркало в этом фильме играет огромную роль, как вы знаете. Вот, зеркало появляется в разных ситуациях, совершенно неожиданных в том числе. И, собственно, зеркало – это человеческое сознание, которое является, конечно, зеркалом нашей жизни, нашего человеческого бытия. Вот в этом смысле зеркало. Так, и вот мое, значит, стихотворение. Любимая женщина входит в полуденный двор, калитка за ней закрывается легким движением, и дом, устремив на хозяйку внимательный взор, в достойном безмолвье вещает о жизнекружении. О том, как свершаются и разрушаются наши мечты, как дружба порой тяготит наше сердце годами, о том, как любовью живя вырастают цветы. А можно ли жить без цветения их между нами? Любимая женщина всходит к себе на крыльцо, как будто царица на трон своих предков вступает, спокойно и строго ее молодое лицо. А в синих очах только темный огонь полыхает. Ее на веранде встречает заждавшийся сын. Он в будущем весь, то есть будущих женщин, мужчина. Но ей он малыш, и пребудет таким досидин, какая б ему не досталась в дальнейшем судьбина. Любимая женщина... А, а вот появляется с мужем соседка-сестра. Беседа их льется в кругу парадоксов домашних. О том, например, что проклятая эта жара, пожалуй, страшней для растений, чем ливень вчерашний. Сидят две богини, как будто сошедшие вниз, с вершины Олимпа, на темную грешную землю. Светлые чудесны, из взгляда тепло обнялись. Сидят две царицы, друг другу божественно внемля. Любимая женщина дверь открывает туда, где власть белизны, переполнившей ванную комнату. В отверстые краны струится и плещет вода, а царские ризы на стул не спадают, нескомканные. И в зеркале справа она отразилась сполна. Сама же, любуясь округлостью женственных линий, божественно ясно себе улыбнулась она. Ногая натура на чьей-то прекрасной картине, и мягко массируя плечи и груди свои, чьих царственной грусти, божественный знак материнства, Она вспоминала, что тело – источник любви, но тело без духа творит лишь банальное свинство. И мыслью окинув минувшего тонкую вязь, где светлое с темным причудливо перемешалось, Ногая богиня воде и теплу предалась, вполне ощущая приятную в теле усталость. Любимая женщина, нужно ли в россыпи дней подобным видением скреплять неизбывные нити? И словно бы в явь, я лечу до калитки твоей, твой верный художник, твой выдумщик и сочинитель. Прекрасно. Интересное стихотворение. А вот вы вначале упомянули о том, что вы хотите прочесть стихотворение про Ленина. Да. Ну вот, мне кажется, вам его надо прочесть, потому что это будет, наверное, весьма демократично. С моей. Вот я, может быть, и не согласен с тем, что там было написано у Маяковского когда-то. Но мне кажется, что нам нужно искать какие-то точки соприкосновения, даже если взгляды и расходятся. На каких-то отдельных личностей исторических или на какие-то события, которые уже отошли в прошлое на самом деле. И требует приведения какого-то общего знаменателя. Я не знаю, как вы думаете, но это вот к этому относится. Ну, прочтите, пожалуйста. Значит, никаких пояснительных слов я не произношу. Нет, да, не надо. Нет, да. Вставал ты тверд и крут, Совсем как тот, кто был железо тверже, И кто, чтоб вызволить народ из пут, Искал путей степной полыни горших. Позднее он одумался, наш вождь, Я не судья тех давних превращений, Но в сердце вновь грустит осенний дождь, И листья на земь падают в смущение. Ужель отпал бесстрашный этот муж, Взметнувший в вышину корабль России? Прости, Господь, детяти своему, Дела его безумные, лихие. Он образ твой, подобие твое, Алмаз и шпага разума и воли. Но стало мертвым, дело самое, И слову впредь уж не воскреснуть боли, Так не взыщи за прошлое, отец. Желал он счастья не себе, а людям. Пусть осияет лик ему венец За путь борьбы, Что был кровав и труден. Спасибо большое, Валерий Александрович. На этой высокой ноте мы сегодня простимся. У нас закончилось, к сожалению, время эфира. Хотел еще о многом поговорить, конечно. До свидания, уважаемые телезрители. Закончился наша сегодняшняя программа «Букинг». Нашим гостем в студии был Валерий Александрович Коваленко, Поэт и культуролог, и профессор, Который написал, между прочим, книгу, Философскую книгу о творчестве. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...